Всем привет, Леонид Котвицкий. Как косить вот такие вот запущенные, заросшие участки? Ну, это бывают либо какие-то загородные участки, куда очень редко выезжают, так, ну и все равно хоть иногда надо приехать косить, либо как вот в этом моем случае, сами знаете, какие события на Украине сейчас, поэтому недокошение, много чего не успевается, не делается, но все равно его надо выкосить, собляки и все такое. Вот, так что же делать? Значит, во-первых, леской вот такое косить, вот такой высоты, это мучение. Так, это и очень много лески уйдет, и очень много топлива уйдет, значит, косить надо ножом. Но, но очень часто на таких участках, значит, попадаются всякие камни, пеньки, вот, столбики, так, ну, например, этот участок я уже более-менее знаю, вот, но все-таки здесь в нескольких местах есть остатки старых столбиков, там вот так, вот так где-то, и сквозь траву не рассмотришь. Я то буду присматриваться, но не рассмотришь. А нож, если взять жесткий нож, и он хряснет об бетонный столбик или об хороший камень, то только от дзы не отлетит кусок ножа. Значит, что используем? Используем сегментные ножи с подвижными лопастями, так, значит, эти ножи при ударе, при препятствии загибаются. Если он вот такой тоненький, кстати, есть более толстый, мощный, выпускает его Виктор Кобысь в Украине, с Волыни. Но я не знаю, где он в этом году. Он еще и обещал более облегченный вариант выпустить, потому что в том году у него был мощный, крепкий, но слишком уж тяжелый нож. Ну, не знаю, где он, что он, сейчас многие на фронте и так далее. Кто-то повыезжал. Вот, но про тот нож я рассказывал. Вот, и то он еще мощнее. Если в совсем незнакомая территория, то лучше брать даже такой. Эти, как видите, могут отбиваться. Вот, но чаще они при ударе могут загнуться. Поэтому с собой лучше взять плоскогубцы, так, чтобы было чем. Это дело, если загнется, выпрямить и продолжать работать. Вот. Или взять даже два таких ножа. И второй важный момент, как видите, так, поскольку, ну, такая трава, она и на сено не годится. Да и не ради сена косим, а просто, чтобы, ну, прекратить это безобразие. То кожух снимается. Кожух здесь, это мучение будет. Этим кожухом запутываться в траве, мучиться и так далее. Ну, естественно, чтобы без кожуха летит, а тут могут какие-то куски веток, например. Кусок ветки отбивается, там, если такой камень, он тебе не полетит. А что-то помельче, ветки кусок, и только дзынь в лицо. Вот, то обязательно маска. Так, значит, обязательно щиток на лицо. Так, значит, даже не очки, а щиток. Потому что изуродованное лицо тоже не сильно красиво выглядит. Ну, что ж, и тут вот конец. Начинаю там с той стороны у людей уже огород. Так, чтобы немножко приложить от огорода. Косим. Немножко покажу процесса, вот. Ну, и посмотрим конечный результат. Здесь пока я кожу издали, то в таких местах, где под деревьями, то еще невысокий сорняк. Вот, но именно здесь всякие столбики попадаются, так что приходится осторожно. Ну, и сами деревца, где они помельче, тоже желательно не срубить, если это просто не лишняя саморосль. Что я хотел сказать обязательно, что камни камнями, а вот проволоки и всяких варяющихся веревок не должно быть. Потому что с ними коса не справляется никак. Значит, наматывает на шпулю, вот. И поскольку заднего хода нет, чтобы обратную сторону включить и покрутить, вот, то очень-очень сильно может сорвать редуктор от зубца в вала. Ну, и вообще, наверное, нагружает штангу капитально вот такие вот вещи. Играет музыка. Продолжение следует... 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 И я надеюсь, он додумался диаметр чуть-чуть увеличить Но это надо конкретно смотреть Я давно с ним не общался Он из другого района А так нож тяжелый, поэтому я его беру Но уже на такие жесткие места Где прям знаю, что может быть опасно И очень много может быть всяких камней То там беру, он больше будет нагружать движок Придется сильнее давить ручку газа Чуть больше съест бензина Но зато это более разумно Чем то застревание в паз Когда приходится выковыривать отвертками И сталь там Очень весьма приличная сталь у него Не железо сорется, а действительно сталь Я снимал отдельное видео Хотите, ссылку на тот нож и его испытания Я под видео дам в описании Все, представили картину Надеюсь, был понятен У кого такие ситуации Теперь знаете, как их носить, как работать Все, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok